Добрый день, НРБК. Региональные новости. Мы вещаем из отеля Шурятон Плаза в студии Маргариты Кафарова. В Башкортостане намерены ввести штрафы до 500 тысяч рублей за неисполнение решений главы республики. Соответствующие изменения в кодекс региона рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании парламента 18 сентября. Законопроект разработан в целях исполнения указа президента страны для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, на территории республики действует режим базовой готовности. Усилена охрана общественного порядка, объектов жизнеобеспечения. Координирующую функцию выполняет республиканский оперштаб, который возглавляет глава Башкортостана. И теперь за неисполнение или нарушение его решений могут наложить штраф для граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических от 100 тысяч до полумиллиона. Административная ответственность будет иметь дисциплинирующий эффект. На чартер для форума «Россия. Спортивная держава» в Уфе выделят 15 миллионов рублей. Их направят из бюджета Башкортостана. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Аукцион на организацию двух рейсов объявил Дворец борьбы. Согласно техзаданию, перелет из Москвы в Уфу запланировано ориентировочно 16 октября, обратно 19 числа. На каждом рейсе перевезут до 180 пассажиров. В стоимость должны быть включены услуги подготовленного экипажа и горячее питание. Ранее Дворец борьбы объявил две закупки за транспортное обслуживание участников форума. На эти цели выделят до 50 миллионов рублей. Всем участникам будет предоставлен трансфер от места пребывания в город Уфуду, от места проживания до места проведения форума и обратно. Для почетных гостей будет предусмотрено индивидуальное транспортное обслуживание автомобилями представительского и бизнес-класса. Всего в транспортном обеспечении форума запланировано задействовать 310 единиц транспорта, из них 60 автобусов туристического класса, 50 микроавтобусов, 200 легковых автомобилей. Также объявлены три закупки на оказание услуг питания во время форума. На организацию столов для участников, почетных гостей, персонал, организаторов и журналистов готовы направить 29 миллионов рублей. Волонтеров и оргкомитета 2,5 миллиона. Во время официального приема от имени главы региона до 6 миллионов рублей. В Башкортостане на 7% за месяц снизилась выдача кредитных карт. В августе их оформили 66 тысяч, сообщили в Объединенном кредитном бюро. При этом средний лимит увеличился на 3% со 109 до 112 тысяч. На сегодня у жителей республики на руках кредитки с лимитом 7 миллиардов 350 миллионов рублей. Это на 5% меньше, чем в июле. По данному показателю, республика заняла седьмое место в стране. Количество выданных кредиток в августе сократилось во всех регионах. Наибольшее снижение зафиксировано в Курской области на 34%, Дагестане на 21%, Ингушетия на 19%. Всего по стране за месяц банки оформили более 2 миллионов договоров на кредитные карты с общим лимитом 288 миллиардов рублей. По итогам 8 месяцев россияне получили 18,5 миллионов новых кредиток на 2 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество и объем выдачи выросли на 5%. 2 миллиона 300 тысяч рублей выделили Башкортостану на развитие системы ветеринарных лабораторий. С учетом этих средств, общая сумма финансирования на эти цели с федеральной казны в этом году составила для республики 18 миллионов. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Дополнительные средства получат 6 регионов. Кроме Башкортостана, в этом списке Удмуртия с самым большим общим объемом финансирования 92,5 миллиона рублей. А также Самарская, Свердловская, Калужская и Ярославская области. Всего в этом году между регионами распределят полмиллиарда рублей. Эти средства пойдут на возмещение расходов лабораторий на ремонт, техническое перевооружение и дальнейшую аккредитацию в соответствующей национальной системе. В этом году у нас заявлено 5 лабораторий. Из них прошли аккредитацию, успешно аккредитовались 3 ветеринарные лаборатории. Это Ильишевский отдел диагностики, Стельтомакский отдел диагностики и Училинский отдел диагностики. Еще у нас на подходе 2 лаборатории, которые до конца этого года должны подтвердить свою аккредитацию. Целевые деньги можно будет направить на ремонт лабораторий, на модернизацию оборудования, на обучение сотрудников и проведение межлабораторных лечительных воспитаний. В прошлом году республике выделили 11 миллионов рублей, аккредитовались 3 лаборатории – Аургазинская, Чешминская и Мелюзовский филиал Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории. Таким образом, они подтвердили легитимность проводимых исследований, в частности, анализов на качество продукции агропромышленного комплекса. 20 миллионов рублей выделили на развитие туристического кода «Бирска». Город стал одним из победителей конкурса на предоставление субсидий в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в Министерстве предпринимательства и туризма Башкортостана. Общий объем финансирования проекта составит без малого 40,5 миллионов рублей. 19,5 направят из федерального бюджета. Из сказанной республики и города – 400 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Вливание из внебюджетных источников составит более 20 миллионов. Проект включает в себя обустройство уличной навигации, создание туристско-информационного центра, арт-объектов, оснащение площадок и мест проведения праздничных городских ярмарок. По словам бизнес-шерифа Натальи Косолаповой, в последние годы в городе активно развивается туристическая инфраструктура. Мы участвуем во многих проектах. И была обустроена и площадь, и сейчас обустраивается парк Соколок, и улица Мастеров, так называемая улица Ленина. То есть надеемся, что в ближайшее время будет обустроена у нас набережная. То есть если даже вернуться 5-6 лет назад в город Бирск, он был совсем другим. Напомню, в прошлом году в рамках нацпроекта на создание туркода Уфы выделили 215 миллионов рублей. На эти средства в столице Башкортостана установили знаки навигации, юрты, оборудовали ярмарочные зоны, уличный кинотеатр, смотровые площадки и многое другое. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, юань подешевел на 3 копейки до 12 рублей 71 копейки. Американская валюта подешевела на 18 копеек курс 90-93. Европейская, напротив, выросла на 41 копейку до 100 рублей 80 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу покупка юаня в банке Новиком за 13.30, продажа в Росбанке за 13.40, покупка и продажа доллара в банке Финнам за 89 рублей 81 копейку и 91 рубль 84 копейки соответственно. Лучшие предложения по покупке и продаже евро тоже в банке Финнам за 100 рублей ровно и 101 рубль 85 копеек. У меня на этом все. Всего доброго.